Всем привет! Вы на канале Киберлаб и сегодня я вам расскажу про бесконтактный выключатель со звуковым эффектом, который я сделал 9 лет назад, а если быть точным, то в январе 2012 года. Ссылку на тот ролик 2012 года я выложил в комментарии под этим видео. С тех пор выключатель трудится у меня круглыми сутками на протяжении 9 лет. Что самое интересное, он за все это время ни разу не вышел из строя и даже ни разу не подвис. В общем, он себя хорошо зарекомендовал и я с уверенностью могу его вам рекомендовать для самостоятельной сборки. Если вам интересны подробности, то прошу посмотреть этот ролик до конца и оценить его подпиской и лайком. У меня в коридоре смонтировано 7 светильников и для достижения красивого визуального эффекта я использовал последовательное включение ламп. Для этого мне нужно было протянуть плате контроллера отдельный провод от каждой точки освещения. Саму плату я спрятал в пространстве между гипсокартоном и потолком, благо места там больше чем достаточно. Инфракрасный приемник и светодиод я разместил в подрозетнике. В избежание ложных срабатываний их нужно изолировать между собой. Для этого я использовал термоусадочный кембрик. Чтобы подключить этот оптический датчик плате контроллера, можно использовать заложенные в стену провода. Для того чтобы дизайн выключателя не отличался от других установленных декоративных накладок в интерьере, я использовал из этой же серии телевизионную розетку, из которой выкинул все внутренности, а в отверстие вклеил круглое окошко вырезанное из фиолетового акрила. Все компоненты были размещены мной на одной плате, на которой установлены винтовые коннекторы для подключения проводов от светильников. Запитал я эту плату обычным зарядным устройством от телефона, который по сей день работает. Похоже, что в те времена зарядки изготавливали по более надежным схемам, чем сейчас. Основой всего устройства является контроллер arduino nano 3 версии, но можно также использовать любые другие платы с микроконтроллером от mega 328. Инфракрасный светодиод с фото транзистором можно взять от датчика препятствий, но не обязательно их выпаивать из платы, достаточно перерезать лишние дорожки и припаять к ним три провода. Если у вас есть откуда-нибудь эти ранее выпаянные детали, то перед использованием лучше сначала проверить их на работоспособность. Инфракрасный светодиод нужно подключить к напряжению 5 вольт через токоограничивающий резистор 120 Ом и посмотреть на него через камеру вашего телефона. Он должен светиться фиолетовым светом. Для проверки фото транзистора понадобится любой тестер с функцией прозвонки проводников. Переводим тестер в режим прозвонки, а выводы фото транзистора подключаем к щупам. После чего нужно к нему вплотную поднести любой пульт от бытовой техники и нажать абсолютно любую кнопку. В ответ должен раздаться прерывистый пищащий звук. 9 лет назад я не нашел подходящих твердотельных реле и мне пришлось их собирать самому из-за рассыпухи. Но на данный момент проще купить восьмиканальный релейный модуль как на фотографии, чем заниматься тратой времени на поиск этих компонентов. На представленной схеме серым цветом я выделил твердотельные реле. Внутри серого прямоугольника схема для самостоятельной сборки этих релюшек. Работает выключатель следующим образом. Ардуино с выхода D5 постоянно выдает шим сигнал с частотой примерно 977 Гц. К этому выходу через токоограничивающий резистор 82 Ом подключен инфракрасный светодиод. Фото транзистор подключенный к выходу D2 детектирует отраженный сигнал и проверяет его на достоверность. Если сигнал с 20 или более идущий подряд импульсов соответствует частоте 977 Гц, то тогда контроллер включает по очереди все 7 светильников и начинает воспроизводить звуковой эффект. Все то же самое происходит и при выключении. Для воспроизведения звуковых эффектов я использую формат Wave без сжатия с частотой 16 кГц и глубиной 8 бит. Но при воспроизведении данного формата с использованием шим в аудиотракте наблюдается неприятный свист и шипение. Поэтому для улучшения качества воспроизведения я использовал в коде линейную интерполяцию, при которой выборка сэмплов происходит на частоте 62,5 кГц и между оригинальными выборками вставляются еще три дополнительных сэмпла, рассчитанные методом линейной интерполяции. Таким образом на выходе снижается шум квантования, пропадает свист, улучшается качество звука и для воспроизведения необязательно использовать дополнительные фильтры. В этот раз я решил добавить все используемые библиотеки в папку со скетчем, а в самом скетче прописал их локальное использование. Теперь надеюсь у новичков меньше будет ко мне вопросов по поводу ошибок при компилировании. В коде вынесено несколько констант, которые можно изменить перед прошивкой. Константа Power IR отвечает за дистанцию срабатывания выключателя, может принимать значение от минимум 20 до максимум 200. Требуемое вам значение можно определить экспериментальным путем. Lamp Delay это задержка между последовательными включениями ламп, которая выражена в миллисекундах и может начинаться от 0 до 4 миллиардов. Хотя я не думаю, что такие огромные задержки кому-то понадобятся. Следующая константа это Lamp Nome. Она определяет количество используемых вами ламп. Минимальное число лампочек не может быть меньше одной, а максимальное не более 7. Если подправить код, то можно увеличить максимум до 15. Ну вот мы и подошли к заключительной части. Теперь вы можете посмотреть, как это все работает. Включаю. Выключаю. В заключении хотелось бы сказать большое спасибо тем, кто посмотрел до конца это видео. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok